Смотрящий за Пензой и вор в законе Лево Пензек. Довольно малоприметный приволжский город Пенза дал уголовному миру много коронованных воров в законе и поэтому всегда считался воровским регионом, а не бандитским. Бандиты, не признававшие власть синих, в областном центре, конечно же, жили и даже пытались взять верх в видимой только глазам правоохранителя борьбе, но тщетно. Воровское победило. Самым авторитетным пензенским вором до сих пор считается Лево Пензек, Шишкин. Уважаемый урка, отсидевший более трех десятков лет в тюрьме, в Пензе проживал урывками между командировками. Самый длительный период жизни на свободе случился у него на рубеже 70-х и 80-х годов, когда ему удалось продержаться без приключений почти 9 лет. К тому времени Лева носил воровской титул. Пензиком вообще-то его никогда не называли просто Левой, а позже, с возрастом уважительно Лев Николаевич. Пензика к имени добавили ему в милиции, чтобы легче отличать от других его тизок. Лева по уголовной классификации относился к ранее очень уважаемому классу воров-карманников. Опустошать карманы граждан он научился еще подросткам. В 1963 году несовершеннолетнего юношу в первый же раз определили на внушительный срок 5 лет в исправительную колонию. Перевоспитание не получилось ни в малолетке, ни во взрослой зоне, куда его через год перевели. Более того, строптивый Лева в 1966 году получил еще прибавку к сроку в 7 лет за дезорганизацию жизни исправительного учреждения. Она вылилась в нанесение умышленных тяжких телесных повреждений одному из осужденных, активисту лагерной секции дисциплины и порядка, добровольному помощнику администрации колонии. Исключительный поступок для Левы Пензека. Всем, кто с ним когда-либо общался, он запомнился, как очень спокойный и рассудительный человек, бесстрастно реагирующий на любые перипетии лагерной или свободной жизни. Лагеря на Пуксазере вором в законе Левы Пензек стал год юбилея вождя пролетарской революции. Ему шел 24-й год. Отрицающего власть закона Леву отправили на север в Архангельскую область на Пуксазера. Колымские лагеря давно стали именем нарицательным, обозначающим беспощадно суровые условия содержания. Из-за неблагозвучного названия северному поселку Пукси в этом отношении не повезло. Она очень редко упоминается в истории ГУЛАГа. Менее, чем в сутках пути по железной дороге от Москвы в северном направлении с конца 30-х годов почти одновременно с Колымой располагалось не менее ужасное место. Лагеря на Пуксазере тянулись на десятки километров вдоль железной дороги, ветка которой отходила в сторону от транспортной магистрали Москва-Архангельск. Эта железная дорога никогда не была обозначена на картах. Она проходила по земле ГУЛАГа. В нынешнее время лагеря вокруг Пуксазера покинуты людьми и представляют собой жалкое зрелище. Разве что около них можно снимать фантастические фильмы типа Сталкер. В поселках, десятилетия живших за счет лагерей, которые давали населению работу, едва теплится жизнь. Жители постепенно разбирают по кирпичу одно капитальное строение за другим, не пощадив даже здание довольно приличного дома культуры. Совсем рядом в том же Плесецком районе человечество вместе с наукой и техникой рвутся в светлое будущее. С космодрома в космос регулярно взлетают ракеты. Вор в законе Лева Пинзяк. В 1970 году лагеря в Пуксе казались вечными. Воры в законе, конечно же, не по своей воле частенько навещали это суровое место. Классическая воровская сходка, состоявшая из трех воров Вася Чко, Петров, Горбатова, Жуков, и Витя Слепова, Панкратов, приняла в свой круг тогда еще молодого Леву. Через 13 лет Витя и Горбаты не сговариваясь покинут Брэнный мир. Первый из них уедет поправлять утраченное в лагерях здоровье в Абхазию, но видимо поздно, а Горбатый умрет от Авердоза в столице. Наркотики уже тогда прочно вошли в воровской быт. В 1994 году в Ялте из окна гостиница выбросит уважаемого вора Васю Чко. Он разобьется на смерть. В Крым Васа приехал решать спор среди братвы за первенство на курортном полуострове. Его кончина была выгодна московскому вору Пашет Сырулю, Захаров, который организовал нападение беспредельщиков на Васю Ачко. Смерть последнего из крестных отцов имела для Левы Пензека весьма неприятные последствия. Его недруги, пользуясь исчезновением свидетелей, начали сомневаться в полномочиях пензенского урки, за глаза объявляя его самозванцем. На воровских сходках протоколы не велись. Масла в огонь подлил вор в законе якутенок, Зыков. Он лишил имени левиного крестника Гену Рязанского, Рязанцева, и несмываемое пятно легло на репутацию крестного отца. Вор Пензе в 1996 году Лева в очередной раз отправился на зону, несколько разнообразив послужной список статьей о вымогательстве. Вехи времени не прошли стороной профессионального карманника. В это время в Пензе произошла своеобразная ротация воровского состава. Еще один крестник Устин, Устинов, умер от тяжелой болезни, а за год до его смерти в городе застрелили воры шло пока, Потапов. В опустевшем городе тут же появилась новая воровская поросль в лице дяди Кали, Бореев, и Хохленька, Хохлов. В отличие от воров в законе старой, еще советской формации дяди Каля и Хохленок оказались реформаторами, не чурающимися ракетой и занятий легальной коммерцией. За спиной каждого из них стояла группа силовой поддержки. Мало чем, отличаясь от городских бандитов, они вступили с ними в схватку, деля торговые точки рынки. В результате в 2001 году, когда Лево-Пензиак вернулся на родину, он не узнал свой город и людей, живущих в нем. Старый вор в законе начал медленно сдавать позиции молодежи. Через два года дядю Калю уберет с дороги группировка Сергея Пивнова, объединившая в своем составе бывших спортсменов. Облегчение это событие Леви не доставило. У него появились новые очень серьезные проблемы с законом. Наркотики в Пензе решив отойти от воровских понятий, Лево предпринял попытку организовать в Пензу канал наркотрафика. В прежние годы за такой бизнес ворам сразу давали по ушам, но в 90-е торговля наркот и ее самоупотребление перестало считаться грехом. Попытка Левы-Пензика превратиться в местного наркобарона оказалась неудачной. Он нашел в Подмосковье таджика дилера по фамилии Пачоев. К нему был отправлен наркокурьер с заданием доставить крупную партию героина. Сделка казалась весьма выгодной и могла принести около миллиона рублей дохода. Курьер попал на крючок пензенскому УФСБ. Его сопровождали весь путь с грузом. В Пензе к нему вечером домой заехал за товаром Лева. Всех преступников взяли с поличным. В квартире нашли килограмм запрещенного зелья особо крупный размер. Курьер на следствии раскололся и начал активное сотрудничество со следователями. В результате суд учел это обстоятельство и наградил его условным наказанием. Леве-Пензику и таджику Пачоеву дали по 7 лет. Почти полное прощение курьера породило упорные слухи, что Лева просто стал жертвой провокации, направленной на то, чтобы полностью очистить город от воров в законе. Убийство вора на зоне в далекий путь пожилого вора в законе отправлять не стали. Его приютила колония в поселке Лесной Пензенской области. Лева там быстро прижился и принимал участие в строительстве на территории колонии церкви, чем вызвал пересюды среди заключенных, строго придерживавшихся воровских понятий. По их мнению, любой труд в неволе для настоящих бродяг предосудителен. Их оппоненты считали, что работать в принципе можно, но не за деньги или любые другие награды, а для души, что и делал Лева Пензик. До сих пор неизвестна причина конфликта, вспыхнувшего между вором в законе еще одним из заключенных по фамилии Тарасов, для простоты обращения носившим кличку Тузик. Возможно, в самом начале их неприязненных отношений лежал спор о поведении истинных воров. Может быть, Тузик не считал нужным выказывать уважение к сухарю и прошлику. Как бы то ни было, при каждой встрече они остервенело переругивались между собой с использованием ненормативной лексики, что не только недопустимо в отношении законника, но и самому обладателю титула правила предписывают тщательно следить за речью. Развязка наступила в первый день июля 2004 года. Тузик подошел к Леве и несколько раз ударило его кулаком по голове. С тяжелейшей черепно-мозговой травмой вора в законе уложили в больницу. Он вроде бы пошел на поправку, но затем впал в кому и скончался 31 июля 2004 года. Тузик признал нанесение побоя в заключенному, но о причинах поступка распространяться не стал, ограничившись общей фразой о личной неприязни. Убийством вор он увеличил свой срок еще на 7 лет. Леву Пензика похоронили на Новозападном кладбище, считающемся самым престижным в Пензе, что может считаться слабым утешением. Леву хоть таким образом, но вошел в историю города Пензе, найдя покой рядом с самыми именитыми ее гражданами.